Акимов Книги читает с карандашом в руке. И если встретит выражение «утреннее солнце пело» или «душа рыдает», то аккуратно подчеркнет длинной чертой обязательно. Иногда даже отмечает на полях. Филистерично. На то, что книга чужая, а должная, не обращает внимания. Если сочинение ему нравится, что случается очень и очень редко, он садится и пишет автору. Считаю долгом выразить вам свою благодарность. Если встретит в газете предложение о каком-нибудь полезном предприятии, учреждении приюта, выражение протеста, то пишет в редакцию. Прошу присоединить и мою подпись. Павел Акимов В театре или концерте делает нахмуренное лицо, наклоняет голову на бок и вниз и против фамилии актеров записывает сокращенно. Мало чувства. Хорошо. Шаблонно. Если же заметит в либретто безграмотность, то исправит. При выходе из театра охраняет сестру от толчков и громко говорит. Композитор Безе изобразил тип женщины, которая... Безе был евреем. Прошу осторожнее. Да, это дама. Обрывает он гимназиста. Придя домой, он, не зажигая огня и не снимая пальто, проходит в свою комнату и начинает нащупывать стол. Нет ли письма? Он ни с кем не переписывается. И ни от кого не ждет письма. Но нащупывает каждый вечер уже много лет. Его сестре 26 лет. У нее красивые черные глаза и густые волосы. Но когда в городе перечисляют молодых девушек, ее всегда забывают. А когда приезжие студенты устраивают бал, она никогда не танцует. Не продает цветов или мороженого. После бала Акимов каждый год пишет студентам колкое письмо и спрашивает. Во имя чего вы позволили себе обидеть мою сестру? Но на будущий год повторяется та же самая история. Живут они вдвоем в маленькой дешевой квартире. Родители умерли. По стенам развешаны нитши, Маркс и гравюры Беклина. Есть рояль. У них никто не бывает. Боятся. Два года назад приходил высокий блондин, музыкант и играл с сестрой Акимова в четыре руки. Однажды поздно вечером, выпуская гостя, Акимов в синях строго спросил, пройдясь рукой по дугам волос. Вы к кому, собственно, приходите? Ко мне или к сестре? И высокий блондин прекратил посещение. Теперь он куда-то уехал. Акимов идет с важной миссией и мрачно волнуется. Его очки сидят на твердом длинном носу как-то особо правильно, увесисто. Случилось нечто очень важное. Вчера, гуляя в сумерках по городскому саду, он заметил свою сестру с лесом. Оба шли по боковой сырой дорожке, где никто не гуляет и где даже не посыпано щебнем. Его они не видели, но он их различил ясно. Домой он пришел раньше обычного, нащупал, нет ли письма, и ждал сестру. Она вернулась минут через десять. Ей было неприятно, что он пришел до нее. Ее глаза блестели, а от нее несло весенней сыростью. Она долго сидела у темного раскрытого окна. Он ничего не сказал ей. Ночью приготовлялся, как говорить, и теперь с утра шел к лесе. Лес занят в аптеке. Акимов входит по ступенькам, поднимаясь над улицей, и думает, что теперь его видят все, весь город. В аптеке у стены сидят, ожидая, две крестьянки, одна с ребенком. У них такое выражение лица, какое можно встретить только в приемных докторов, в аптеках и в мещанских управах, где выдают паспорта. Лес в очень коротенькой, как будто детской курточке, сосредоточено и умно взвешивает белый порошок на дрожащих, пугливых весах. Увидев Акимова, он делает очень ласковую улыбку и говорит с польским акцентом. Очень неприятно вас встретить. Надеется, никто не болен? Акимов, не здороваясь, точно и твердо произносит. Никто. Я желаю говорить с вами. Один момент, отвечает Лес и поправляет из детского рукава манжетку. Присядьте у нас. Акимов садится рядом с крестьянками, но старается, чтобы его лицо не приняло аптечного выражения. Если кого из знакомых, говорит Лес, смущенно облизывая этикетку, встречая у нас, всегда говорю, очень неприятно видеть, потому что действительно. Что же приятного в аптеке? От его голоса и даже акцента несет дорогой, профильтрованной карболкой. Акимов не отвечает и смотрит. Как на подоконник и отчасти на навощенный пол ложится розовый отцвет от гигантской красной бутыли. Неизвестно для чего стоящий в окне десятки лет. Он задумался, есть ли что-нибудь внутри. Одна за другой уходят крестьянки. И, отворяя дверь, приводит в действие негромкий культурно звонящий звоночек. Лес, делая ласковое и в то же время слегка презрительное лицо, выходит из-за стойки. Теперь видно, что штанишки у него тоже коротенькие, узенькие. Он садится рядом с Акимовым на плетенный диван без спинки. Рабочий костюм. «Извините», – произносит он, вскользь оглядывая себя, словно погладив глазами колени, и счищает пыль с рукава гостя. Запачкалось. Но Акимов отклоняет услугу, встает и, каля его взглядом сквозь толстое стекло, очков спрашивает. «На каком основании вы позволяете себе ухаживать за моей сестрой? Я?» – конфузится молодой аптекарь. «Вы?» – я видел, разумеется, нечаянно. «Позвольте», – произносит, пожимая плечами, лес. «Но между нами решительно». «И еще бы», – перебивает Акимов. «И еще бы. Я вас прошу покорнейше помнить, с кем имеете дело». Он не подает руки и уходит. Над ухом его на секунду звенит интеллигентный звонок. Перед вечером он из своей комнаты тихонько наблюдает за сестрой. Она возится с голым остовом шляпы, долго примеряет к ней коричневую шаль и пробует перед зеркалом, как красивее. Она прибирает волосы, смотрит на часы, сидит у окна, одетая, опять смотрит и уходит. Через минут двадцать она возвращается, молча, не глядя в зеркало, снимает шляпу с коричневой вуалью, глаза ее тусклы, от нее не пахнет весенним холодом. Она вяло накрывает на стол. Она как будто постарела. Брат выходит с книжкой альманаха в руках, загибает ее, чтобы удобнее держать, и, звучно, прихлебывая чай, читает. Сестра наклонилась над стаканом. Рука ее машинально чертит по скатерти невидимые круги. Она не ест. Слезы стоят в ее глазах. Прозрачный смех громко прочитает Акимов. Зеленая любовь. Коричневое горе. Слеза из глаз сестры неожиданно попадает в остывший стакан. Она встает и быстро уходит из комнаты. Акимов левой рукой закидывает назад на голову прядь блестящих тонких твердых дуг, правой отыскивает карандаш, подчеркивает странное выражение и ставит на полях вопросительный знак. С точкой. Продолжение следует...